Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня на моем канале сразу три человека-блогера. Хайное комбо. Три тьволочки. Давайте я вам их представлю. Арина Данилова. Всем привет! Карина Аракелян. Всем привет! И Тельняшка. Вы, конечно же, вообще не имеете ни малейшего понятия, зачем я вас сюда сегодня пригласила. Но я думаю, вы видели уже пол и догадываетесь, что вас ждет какая-то хрень очередная. Да. Какая-то игра. Скорее, мы уже привыкли в какой-нибудь середине участвовать. Почему? Наталья и сосай. Ну, я скажу вам так, что в этот раз правила будут гораздо хуже. Но в этот раз вы не будете ничем жертвовать, кроме как своим внешним видом в обмен. Ты мне помогла, помоешь? Нет, нет, никто тебе ножки мыть не будет. Давайте на суэфай сейчас они скинутся, и мы определим, с каким первым блогером я буду иметь дело. Точнее, он будет иметь дело со мной. А кто трясет, тот сосед. Конечно, конечно! Это эпичная фраза просто во всех роликах. Цуэфа! Цуэфа! Так, кажется, Арина у нас сейчас пойдет самая первая исследовать тазы. Ага. Сейчас вы находитесь в зале. Ну, в общем-то, я тоже тут сейчас нахожусь. И в этом зале есть вот такие вот чудесные, замечательные, изумительные ведерки. Под этими ведерками есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий это... Ничего. Второй вариант развития событий... Бананы! Что-то. В данном случае бананы. Это был спойлер. Ну, поэтому мы их уберем назад. В общем, в зависимости от того, какое ведро сейчас будет выбирать блогер, который будет сюда заходить, у него есть два варианта, что же с ним, собственно, произойдет. В первом варианте он получает какой-то подарок. Как вы видите, каждая полоса заканчивается какой-то финтифлей. Если блогер выбирает пустое ведро, он забирает себе подарок. Если же блогер нарывается на ведро с какой-то фигней, то эту фигню мы выливаем ему на голову. И что самое интересное, блогер совершенно не знает правил игры. И все, кто сейчас сюда зайдут, они офигеют, потому что они не знают, что происходит. Я, в общем-то, тоже придумываю на ходу. Поэтому давайте позовем первого испытуемого. Я помню, как сильно ты переживал за хайлайтер Бугадайли Сосай. Поэтому в этот раз здесь не придется жертвовать с твоей косметикой. Да. Но придется жертвовать твоим внешним видом. Да, придется жертвовать тобой. Давай я расскажу тебе вкратце правила. Прямо сейчас здесь перед тобой, как ты видишь, стоит куча тазов. Я понимаю, что выглядит странно, поэтому садись на карты, чтобы было еще более странно. Сейчас здесь перед тобой несколько рядов с тазами. В конце каждого ряда, как ты видишь, лежит какой-то подарок. И подарки идут на возрастание. То есть в самом начале, в самом первом тазу, лежат тестеры. Ну, кому нужны тестеры? Тебе нужны тестеры? А, тебе нужны тестеры. Если ты проходишь первый ряд, ты проходишь к второму. И на втором ряду уже подарок гораздо лучше. О, какие-то сережки. Да, да, да. И чем дальше, чем дороже косметику ты в итоге получаешь. Там огромный пакет Шанель со всякой люкс-косметикой. Но все не так просто. В каждом ряду есть один тазик, внутри которого испытание. Назовем это пока так. И если ты это испытание выбираешь случайным образом, потому что ты не знаешь, где и что находится, ты выбываешь из игры. То есть ты играешь ровно до того момента, пока не наткнешься на какую-то хрень. Типа, если я откажусь выполнять, да? Нет, ты выполняешь в любом случае. Просто здесь будет несколько тазов пустых, и в одном тазу будет какая-то лютая дичь. И если попадутся на дичь, то все, проигрывают. То ты проигрываешь, и эту дичь на тебя выливают. Макароны? Макароны, теперь ты понимаешь, что я варила, да. В одном из них вареные макароны. Ладно, давай. Ну что, Арин, первый ряд пошел. Ты выбираешь сейчас таз, но ты его не переворачиваешь, только показываешь какой. Вот этот. То есть ты так быстро выбрала? Ты выбираешь, что здесь нет ничего плохого? Я уже подумала, да. Это твоя интуиция? Да. Отворачивайся. Что там, жесть? Тараканы? Повернуться? Да факт, да как? Ты только первая, блин, я нахрена... Я еще думаю, такая, типа... Да синий, они просто приколнуться решили, типа выделился, но на самом деле там ничего нет. Это мог. Я что, я все, я проигрываю? Не просто проигрываешь, иди с тобой к бранной стене. Супер! Эфирное время 3 секунды. Пахнет улитками. В общем, Марина, здесь у тебя есть два варианта. Первый тебе просто высыпают на голову мох. И второй вариант, ты можешь купить себе дождевик за 500 рублей. Но чтобы выкупить этот дождевик, тебе нужно написать в своем инстаграме, что сейчас ты... Ты чего издеваетесь? Ладно. А что сейчас? Или тебя больют грязью, или ты выкупишь у любого своего подписчика, который напишет первым тебе дождевик. И отправишь ему 500 рублей. А, круто, да, давайте я скину чуваку. Я просто думала, типа, куда эти 500 рублей пойдут. Ребята, сейчас я на шоу Лис, я выполняю наказание, и на меня сейчас могут вылить какую-то дрянь на голову, и меня могут спасти дождевички. Но только мне нужно их выкупить. Пожалуйста, ребята, напишите номер карты или номер телефона сюда, вот в это окошечко. И выкупите дождевик. Да, кто первый напишет, тому я скину 500 рублей. Я жду номер карты. Окей, Арина, ты, значит, у нас дождевик выкупаешь. Да! Видите, как удобно. Подписчик получает деньги, Арина получает дождевик, а я получаю наслаждение от того, что выливаю на нее мох. Твой дождевик. Спасибо большое. Сейчас, подожди, я еще не купила его. Все. Отлично, я вижу, что Арина перевела деньги человеку. Сейчас она еще выложит в сториз, что все честно, чтобы все были уверены, что у нас только честный шоу. Надевает свой дождевик и, к сожалению, уходит только с мохом. Отстой. Кстати, такой момент. Сейчас я нахожусь в парке аттракционов, как вы видите. И нахожусь здесь не просто так. И не просто для того, чтобы поесть сладкую вату. Дело в том, что недавно я снялась для канала «Золотого яблока». И там, вот знаете, вот хочется тот случай, когда рассказать, что со мной там сделали, но вроде как бы и не хочется. Поэтому я оставлю ссылку в описании. Обязательно посмотрите, почему я в парке разночений, почему я ем вату и почему я вот в таком вот каком-то состоянии. И да, маленький спойлер. Мы еще разыгрываем там очень большое количество косметики, которую я использовала в съемках этого видео для канала «Золотое яблоко». Поэтому посмотрите, посмотрите, что там со мной сделали и напишите в комментарии. Все, что вы об этом думаете. Ссылка в описании. Все, перевод сделан. Я, конечно, мега удачливый человек. Такая, думаю, ой, я такая крутая, у меня же интуиция суперская. Я сейчас вообще выиграю Шанель. Ну что, ты готова? Да. Это неприятно. Я пахну землей. Я теперь улитка. Я лох по жизни, ребята. Купила дождевик за 500 рублей и ухожу домой. Все, извини, но ты уходишь. Все, хватит отряхиваться, уходи. Ну что, Карина, Арина, вы была в самом первом туре. Сможешь ли ты продвинуться дальше? Я на самом деле не знаю, потому что я еще даже не представляю, что находится внутри этих тазиков. Поэтому я сейчас попробую, рискну и надеюсь, что у меня все получится. Ты готова к тому, что если что, на тебя выглядит какую-то хрень? Готова. Мне просто придется, я так думаю, купить дождевик, чтобы этого не произошло. Да, придется. Окей, хорошо. А ты знаешь, что у нас дождевик с повышением? То есть, если ты в первом ряду, то это 500 рублей. Второй – 1000. Третий – 1500 и так далее. Я поняла, идеально, круто вы придумали, конечно. Ну ладно, посмотрим. Что ж, давай испытаем твою удачу. Выбирай первый тазик, но ты не поднимаешь и не поднимаешь, ты просто мне его показываешь. Просто показываю, да? Давай вот этот. Это значит… Стой, это значит, что первый тур ты прошла, и ты получаешь тестеры. А, все, отлично, хорошо, договорились. Я просто думала, что это что-то плохое, потому что, судя по твоему выражению лица, это было что-то страшное. По моему лицу никогда ничего не понимаешь. И Карина пока что выигрывает целых два тестера от, между прочим, Герлет. Поздравляю. Отлично. Спасибо. Вот этот. Тут просто, я так понимаю, тест на интуицию, да? Именно так. Я поняла. И Карина проходит второй ряд, совершенно пустой таз. Посмотрите. Я вижу, да. Прикольно. Все, забирает. А здесь ты получаешь серии вот такие вот меховые. Смотри, а теперь вопрос. А если я дойду до конца и там проиграю, то это все я не получаю? Забираешь еще. А, забираю? Все, я поняла, окей. Смотри, Карина, важный момент. Это последний ряд, где есть четыре ведра. Ага. И если ты сейчас облажаешься, мало того, что на тебя выливают какую-то хрень, так ты еще все обратно возвращаешь. Офигеть, вы придумали, конечно. Круто, Лиза. Ты мегамозг просто. Надо быть серьезно, потому что ты сейчас выбираешь. Хорошо, окей. Теперь уже сложнее, и я не знаю, что выбирать, потому что ты мегамозг. Вот что я тебе хочу сказать, потому что через тазики вообще ничего не видно. Тут ничего не понятно, что тут находится и как это все понимать, я не знаю. Так, ну давай вот этот фиолетовый пусть будет. Уверена. Сто процентов. Мы открываем фиолетовый. Хорошо, давайте откроем фиолетовый. Ура! У меня, значит, хорошая интуиция пока что, да? Смотрите, вот посмотрите. Я пропасываю себе у него фиолетов и 100% забирает именно их. Офигенно, спасибо. Теперь уже хорошая интуиция. Дальше сложнее зато будет. Я уже это, бояться начинаю. Смотря на это, мне становится не по себе немножечко. Так, из этих трех тазиков я, наверное, выберу вот этот в центре. Тебе нравится зеленый тазик? Ну, вообще, я выбираю не по цвету, а просто по интуиции. Куда у меня рука тянется показать, туда я ее показываю. Буф, почему мне так нервно? Мне так нервно, что мне даже жарко стало. Да, мне теперь тоже. Потому что становится все сложнее и сложнее. Ну, боже мой, ну пойди, Буф. Это что такое? Это зеленый горошек? Господи, вы на меня его вылить собираетесь или что? На тебя выльют зеленый горох. Офигеть, как вы придумали. А дальше, дальше я уже не прохожу. Нет, ты забираешь то, что ты выиграл до этого, и тебя выливают на зеленый горох. Офигеть. Капец. Блин, мне даже нечего сказать. Знаешь, потому что появляется азарт, когда ты начинаешь играть в эту игру, а потом уже становится не по себе, потому что, особенно когда человек понимает, что он проиграл, страшно. Хочешь ли ты купить себе дождевик и зажатиться? Конечно. Ну, давай посчитаем. Ты должна 500, 1000, 1500, ты должна 2000 рублей. Хорошо, хорошо, договорились. Я тебе отдаю 2000. Дождевик. Да. Тогда записывай историю и разыгрывай среди подписчиков 2000 рублей. Ребятки, я снимаюсь в одном очень крутом ролике, и мне нужно выполнить задание. Сейчас любому из первых людей, который мне скинет свой номер карты в Сбербанке, я переведу 2000 рублей и свяжусь с вами в директе. Так что, кидайте вот тут вот ниже, и я перевожу. Так, ну что ж, первая девочка, это Лера, 947. Ну что, Карель, ты все сделала, поэтому вот все твой дождевик достанет. Ага, достаю дождевичок, который я в последний раз видела тоже в переходе, знаешь, за 20 рублей, но явно не за 2000. Лиса, не надо! Ааа, Лиса! Все? Да. Ну, во-первых, горохом воняет на всю студию, где мы сейчас снимаем. Во-вторых, это не очень приятное ощущение. Создается такое впечатление, что на меня кто-то какает. Ну что, Карина, ты забираешь свои подарки, таз мне оставляешь. А, таз оставляю, хорошо. Ты забираешь? Спасибо огромное, спасибо. Выиграл свои тестеры. Спасибо большое, Лиса. Не уходишь, все. Давай. Спасибо огромное. Давай, пока. Я не хочу участвовать в таких дурацких конкурсах, потому что у них всегда какая-то жопа происходит. Причем происходит само, но и с другими людьми. Так что я знаю, чего тут ожидать и что может быть вот в этой головке зародится больной. Следующее видео хочу снимать с подписчиками. Напишите в комментариях, вы хотите прийти ко мне в видео вот этого формата или нет? Хорошо, я буду использовать экстрасенсорные способности. Я уже придумала тактику. Я веду не о колдунии. Откуда начинается у нас вот этот... Вот первый ряд. Выбирай таз. Но не поднимай его, просто показывай на него. Аж нос зачесался. Пить буду. Как там экстрасенсы? Отсюда веет холодом. Тут, наверное, что-то странное. Отсюда идет холод. Там куски мяса. Не вляпайся в горох, потому что тут до этого кидали у человека горох. Да, я вижу. Мертвый горошек. Ехала белка на тележке, что там раздавала всем орешки. Кому два, кому три. Выходи из круга ты. Вот это вот получилось. Да, значит, ты выбираешь этот горшок. Ну, видимо, я выбираю этот горшок и надеюсь, что там... Ничего нет. Это хорошо, это хорошо. Да, это значит, ты проходишь следующий тур. Да. Тактика Тильки пока работает. Но сможет ли Тильняшка опередить Карину Аракеляну или нет? А ушла Карина далеко? Карина погорела на несгораемой сумме. Попытка номер два. Надо придумать разные тактики каждый раз просто. Все время вести не будет. Сейчас будет логика, потому что здесь было пусто. В одной только что-то есть, правильно? Только в одной что-то есть, остальные пустые. Обычно женщин куда тянет? Налево. Значит, скорее всего, что-то в левой стороне. Но, исходя из того, что здесь было пусто, скорее всего, что-то может быть и здесь. Короче, давайте просто рискнем и потянем вот этот. Вот этот. Вот этот с пометочкой в виде марочки. Твои дурацкие макароны, которые были у тебя с утра в сториз. Женщина. Не пинай макароны. Что в них за червяк? Что в них за червяк? Это что это за надпись? Тихо, не трогай моих макаронов и червяне. Что это за ленточный червь там внутри? Он сейчас пойдет тебе на лицо. Ну что, ты выбираешь просто, чтобы тебя макаронами искупали? Или переведешь тысячу рублей подписчику и купишь дождевик? Они сильно жидкие? Нет, они вообще не жидкие, но они грязные. У меня нет денег, я же не такая богатая. Не, ну в принципе я могу перетерпеть. Она не покупает дождевик. Но у меня нет денег, у меня нет денег. Она выиграла экономиться, давай в доску позора, только не вляпайся в горох. Ребята, скидывайте тильки, короче, деньги на, чтобы я могла жить. Ну, тут денег нет. Даже дождевик не могу купить, только не все. Влад, ну давай. Давай на дождевик. Сейчас, а тильку будем. Они сейчас кучей упадут. А что ты положила на меня их? Зачем ты положила их? Ооо, это такая жесть, это такая жесть. Понюхай, я теперь пахну хлебушкой. Тилька макаронница. Тилька по кличке Спагетти. Нет у меня денег на дождевик. Ты первый человек, который согласился на такую жесть, я была уверена на такую дождевик. Нет, я не еще слабых путей. Я в шоке. За это я дарю тебе дополнительную попытку выиграть что-нибудь, кроме макарон на твоей голове. Сосиску мне дайте, я заверну. А есть. Да? Да. Пошла искать сосиску. Ты находишься на этом ряду. Сможешь ли ты в этот раз выбрать что-то более удачное или будут макароны? Да. Я сейчас пойду просто по методике. Вот здесь ничего не должно быть. Сейчас-то логика сработала. Сейчас-то логика сработала, ладно. Давайте попытка следующая. Тут, между прочим, уже пошла нормальная кастричка. Да. Я думала, что Тихо у нас выиграла вот эти два средства. Я думаю, что последняя позиция несгораемой суммы должна отправиться вместе с ней. Что, я тогда тяну дальше? Что, я после макарон настрадала из женщины? Теперь у тебя шансов меньше, потому что в этом ряду уже только три кастрюли. Только три кастрюли и две из них полные или? Две из них пустые. Ага. Я хочу вот эту вытащить. Надеюсь, тут пусто. Смотрите, она оправдывает шансы. Она может. Читер. Смотри, ситуация такова. Сейчас ты можешь взять эту палетку, которую ты только что пнула. Взять вот эти вот штуки, которые ты тоже выиграла, и уйти из игры. Или же ты можешь продолжить, но тогда не факт, что твоя палетка останется с тобой. Ну, как бы, если подумать, я же люблю тебя уничтожать во всяких сосаях там и прочем, поэтому можно чистотеатрически пойти дальше? Тогда она идет дальше. Выбирай следующий ряду. Да, мне кажется, давно не было по центру, поэтому я вытащу то, что по центру. Ого! Оооо, она доходит до самого конца. Да ладно! Ооо! Она доходит практически до самого конца. Человек, которого просто макаронами облили, доходит до конца. И ты выехавишь в эту палетку в тени. А почему я не могла надеть кастрюлю вот эту на голову, и ты выкидала мне макаронами? К сожалению, там нельзя. Смотрите, смотрите, сколько косметики выиграл тот человек, который не сэкономил. Который сэкономил на дождевике. Это просто гарантированно. Она забирает с собой. У тебя остается только вот эта маленькая часть кастрюли. Какую кастрюлю ты выбираешь? Пробуем. В первый раз это сработало. Нет, я ничего не чувствую. А вот тут тепло. Если сейчас здесь пусто, вы понимаете, что я экстрасенс. Открывай. Кажется, я нашла себе заработок. Записывайтесь к ней на запись. Погадаешь мне по руке? Что здесь написано? Я вижу, что это видео наберет очень много просмотров. Смотрите это видео. Кидайте это видео своим друзьям. Пожалуйста. Пройдет ли только последнее испытание? Заберет ли он с собой всю эту гору косметики или сделает сосай? Время пошло. Я хочу сделать тебе эпичный сосай. Поэтому я так предполагаю, что ты здесь. Открывай. Я думаю, что здесь ничего. Блин, я думала тут что-то есть. Я хотела... Здесь ничего нет. Блин, я думала тут что-то как раз таки и будет. Здесь ничего нет. Она выиграла всю косметику. Она забрала всю косметику. Посмотри, мне боже мой. Я хотела пострадать. Я хотела, чтобы меня еще чем-то кинули. У меня сегодня тупое настроение. Она выиграла всю косметику. Итак, давай сюда свой таз. Мы положим тебе косметоз. Смотрите, что выигрывает тельняшка. Палетка с холлайтерами. Палетка теней. Палетка с румяной кондурой. Лак для ногтей. Еще один корейский лак для ногтей. Тональный крем. Бальзам. И вот такую вот коробочку одер с помадами внутри. И все это забирает с собой Тилька. Тилька теперь мастер не сосайка. Ну все, уходи, а я буду убираться. Удачи. Макарина, макарина, макарина. Макарина, макарина. Макарина, макарина. Макарина. Давайте сейчас я покажу вам, что есть еще об этих кастрюльках, чтобы вы знали, на что наши участницы не нарвались. Потому что мне кажется, это очень интересно. А вы потом напишите в комментарии, как вы считаете, что из этого всего было самым стремным. Что реально было бы хуже всего получить себе на башку. Итак, кстати, напишите, вы бы выбрали путь дождевика или путь хрени на голову. Путь ниндзи. Шиноби. Должны ставить лайк. Итак, поехали. Пусто. 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 Бананы. Кому-то бы приземлились на голову бананы. Только предварительно они были бы очищенные. Следующий уровень. Пусто. 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 И пусто. Тут были макароны. Следующий ряд. Мох. Снова мох, который прилетел Арине в лицо в самом-самом начале. Ух, Арина, как же тебе не повезло. Пусто. 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 И снова пусто. 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 И вот это то, что я бы очень хотела кинуть на кого-нибудь. Потому что это желудок. Сушеный желудок, а это сушеные ноги. Я представляю, насколько эпично бы это было на кого-то скинуть. И последний ряд. Они опять начали вонять. Они опять начали вонять. Фу. Они опять начали вонять. закрою нафиг. Короче, здесь были сосисоны. Здесь, соответственно, ничего. Ой, как воняет. Они, кажется, стухли. Здесь собачий корм. Простите, кошачий корм. Вот что было в говеных тазах. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо большое, девчонки, за то, что вы пришли. Поделитесь впечатлениями. Это незабываемые эмоции. Это было очень прикольно. Мне очень понравилось. Конечно, ребята, если вы подписчик, если хотите в этом поучаствовать, то участвуйте. Реально, не пожалеете. Но по моему лицу, по-моему, уже все понятно. что я, как всегда, восхищаюсь этим человеком. Да, да, да. Спасибо большое. Обязательно подписывайтесь на каналы девчонок. Ссылки на каждую из них я оставлю вам в описании. И еще подписывайтесь, пожалуйста, внезапно на мой инстаграм, потому что до Нового года я хочу один миллион. А вы подписаны на мой инстаграм? Конечно. Конечно. Они подписаны? Я со всех аккордов подписана. Они подписаны. А чего добился ты? Создавай миллион аккаунтов и подписывайся.